Требования к светопрозрачным конструкциям повышены. Требования к тепловой защите светопрозрачных конструкций повышены. Но требования к не светопрозрачным конструкциям остались на прежнем уровне. Налажено устойчивое производство стекла с низким эмиссионным покрытием. Массовое производство такого стекла позволяет перейти к массовому выпуску окон с этим стеклом. Сейчас по новым требованиям у нас не останется оконных конструкций для жилья. Не останется без низким эмиссионного покрытия. Это таит в себе некоторую опасность. Например, если будет повышение цены на эти стекла, то это дорожит все строительство в целом. Основные здания, которые у нас строятся, это многоэтажные здания. Мы их рассматриваем. Если мы рассмотрим 17-этажный дом, то примерно 10% тепловые потери через стены, 10% через окна. Остальное идет путем вентиляции, ну и другими там через покрытие, перекрытие, горячее водоснабжение. То есть основные теплопотери, если считать теплопотерями, то идут путем вентиляции на воздухообмен. Поэтому необходимо научиться сберегать теплоту, которая уходит с воздуха вентиляционной. Это основной резерв экономии энергии на отопление. Что касается стен, ну вот смотрите, если 10% идет на стены теплопотери, предположим, мы увеличили сопротивление теплопередач еще в два раза, ну у нас будет 7% теплопотер через стены. То есть путем больших затрат мы достигнем небольшого снижения теплопотери. У них эти нормы необязательные. Они необязательные. Обязательные у них потребление энергии, экономия потребления энергии. Это, например, в Германии существует ДИН, всем нам известен, и существует Феррорбунг, то есть указание. И вот Феррорбунг, указания, они обязательные. Им надо выполнить, сэкономить потребление энергии, а не толщину теплоизоляции. Ну вот в таких странах, как Швеция, я, например, был не так давно сравнить, ну года два назад. Меня отвели коллеги из Лундского университета в город Мальмин. Это город, который является таким экспериментальным в смысле экономии энергии. Там я видел толщину теплоизоляции минвата в 20 сантиметров. Что касается других городов, вот я жил в Лунде. И в Лунде я не видел утепленных домов. Может, они и есть где-то, но в основном там строят обычные дома из блоков типа газобетонных, вот, то есть сильного переутепления нет. И что касается еще достижения требуемых значений, которые у нас сейчас прописаны в наших нормах, в Москве они в основном не выполняются. Поэтому основная задача, чтобы выполнялись те нормы, которые сейчас есть. Тогда можно обсуждать, надо ли повышать дань. У нас довольно высокие нормы вентиляции. Я скажу, на каждый квадратный метр жилой площади ежечасно должно, значит, приходиться 3 кубометра воздуха. Этот воздух, по сути, должен быть, ну, на приток, вентиляция работает, и он потом выбрасывается наружу. Просто по гигиеническим условиям. Значит, на 1 квадратный метр жилой площади 3 кубометра, вот, в час. Это довольно большие нормы, объясняются они гигиеническими требованиями. Сократить их нельзя. Это не то, что надо заткнуть все щели. Это гигиенические требования. Надо обеспечивать вот такой вот воздухобмен. Вот. Как сохранить? Это, значит, надо, ну, делать рекуператоры. То есть, такое оборудование, которое возвращает теплоту. Использование рекуператоров предполагает механическую вентиляцию. Механическая вентиляция предполагает удорожание обслуживания здания, потому что надо ее настраивать в механическую вентиляцию довольно часто. Значит, надо штат иметь, который будет это сделать. И там определенное оборудование надо. То есть, вентиляторы, ну, моторы, вот, двигатели, все. Все это, в общем-то, ну, потребует дополнительной энергии, дополнительных затрат. И, в общем-то, это у нас не приживается. Если вы клапан поставите, то все равно мы должны такое же количество подавать воздуху. Вот. Я здесь особого выхода не вижу. Ну, это вообще проблема. Просто так ее не решишь. Поэтому, вот, удивляет, например, приказ министерства о том, что через 10 лет надо экономить 50% потребляемых зданий энергии. Это такой приказ был в прошлом году. Технических возможностей пока разумных не видно. Форум очень продуктивный. И хочу поблагодарить организаторов. Ну, и пожелать удачи всем участникам форума. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok